Я снова заказал электрический мотоцикл с Алиэкспресс, чтобы проверить, как нас кинут китайцы в этот раз. Внутри этой коробки туристический эндуро-мотоцикл аж с тремя аккумуляторами. Производитель обещает дальность хода более 300 километров, и все это за небольшой прайс. Как думаете, поедет? Мотоцикл сразу пришел к нам в двух коробках, поэтому я думаю, что он пи***ц как сильно разобран, и нам сейчас придется этим заниматься, его собирать. По весу именно в этой коробке находятся кофры и те самые три аккумулятора. Очень тяжело, похоже на кофр. Да, это кофр. Кстати, на первое впечатление неплохо сделанный. То есть у него неожиданно, вот смотри, у него хорошие заклепочки. У него есть замок с ключом, даже два. Но он прям хрен сломаешь, как будто бы. Здесь дальше у нас это крепление. Сюда он ставится на мотоцикл, боковое крепление для кофра. Здесь внизу еще два кофра. Вообще, для чего он нужен? Блокс центральный, он как раз-таки для ваших вещей. Боковые кофры же, поскольку здесь три аккумулятора, они для аккумуляторов. Кофры реально сделаны хорошо на первый вид. Вот здесь же выглядит все прилично. То есть толстый, плотный металл. И последний. Опа! А зачем я их салду? А, все. Это тоже крепление. Так, боковые два кофра с аккумуляторами внутри. Так, по железной обрешетке сразу немного гнутая, но в целом она ровная. То есть бывало, она много хуже приходила, поэтому... Есть, кстати, еще дополнительная пленка. Это отдельный респект. Байк никогда не приедет в пыли. Сюда никогда не приедет в вода. И, короче, у вас будет чистый байк. Вот здесь, кстати, сразу резина. Резина с достаточно глубоким протектором. Дорожная, хорошая резина должна быть. Но на фотках выглядит офигенно, честно. Это, соответственно, задница крепления для центрального кофра, для боковых. Коробки мне интересуют. Фара. Фара достаточно качественно сделана. То есть это как определить? Легко здесь пластик, он гнущийся. То есть он не совсем иссохшийся, а типа что-то наподобие АБС пластика, наверное. Здесь должно быть на нем написано. Ну да, да. Ничего необычного, царапин, дефектов нет. Круто. Так, это суппорт передний. Пока мы не трогаем. Это у нас что? Что-то пластиковое. Я более чем уверен, что здесь вообще по минимуму дефектов. Это, кстати, приборка вместе с креплением сразу. То есть это вообще какой-то писк моды что ли. А, у USB есть. И Type-C, что немаловажно. Значит, о, значит здесь встроено зарядное устройство. Это удобно. Вы можете в кофру закинуть просто вот этот провод. Доехать до любого места, зарядиться от обычной розетки 220 вольт. За это респект. И последнее, это скорее всего зеркала. Да, легкие, это зеркала. Ладно. Так. Что такие маленькие? Блин, мне кажется, что они слишком маленькие и короткие. Неудобно будет смотреть. Ну, могли бы подлиннее сделать. Ну и какая-то форма у них не турэндуро форма, нет? Юзер мануал. О, кстати, вот как он выглядит. А? Выжий, да? А здесь, кстати, что? А поворотники. Да. Ну, неплохие. Здесь у нас, значит, пластика, легкая пластиковая. Опять же, упаковано. Ой, брызговик. Еще один. Ладно, но это катафот. Хер бы с ним. Чтобы на дороге тебя видели в темное время. Вот эта длинная железная штука, по ощущениям, это подножка должна быть. Если она длинная, это говорит о том, что мотоцикл имеет высокий клиренс. На мотоциклах Tour Enduro должно быть там клиренс около 25 сантиметров. Вообще на Tour Enduro должен быть большой ветровик установлен. Почему-то, что ты в сидячем положении. То есть, это примерно вот так будет. Вот. Едешь там 200 километров, и ты постоянно, ну, все получаешь, да? То есть, так. Без фары. Вроде по коробкам все. Все, что могли, мы распаковали. Передний суппорт. Здесь уже руль тормозные. А, нет, что? Совсем, что ли? И, кстати, вот, кстати, тоже респект за то, что здесь проложили просто две вот этих вот, две пороломки. По зарядному устройству вообще стоковые встроенные в мотоцикл. Это 12 ампер. И Type 2 это только переходник. То есть, у вас не будет заряжать за 15 минут. Это просто возможно. Вставляете пистолет Type 2, тоже выдает 12 ампер. Сидушка, кстати, нормальная, мягкая. Будет удобно сидеть. Ну, посадка будет прямая. И для второго номера, что немаловажно, тоже достаточное место. Сидушка будет мягкая. Есть нормальные ручки, за что можно держаться. И будет кофр со спинкой. То есть, ну, двойка не устанет в любом случае. Если у передней вилки хороший ход, то у заднего амортизатора ход, как у настоящей пацанской приоры. Ну, а если кроме шуток, то просто амортизатор не прикручен. То есть, вот так будет примерно выглядеть. Момент истины. Попробуем включить мотоцикл. Подключаем замок зажигания к мотоциклу. Затем нам нужно подобраться к аккумулятору, который находится вот тут. Дергаем. И открывается заветный бардачок. Вставляем. И нажимаем включить. Так. И момент истины. Работают кнопки на приборке. Это такое офигенное чувство, когда мотоцикл сразу включается. Поэтому мы его быстро собираем и идем на улицу. Сборка байка у двух опытных механиков заняла несколько часов. Огромное количество деталей и болтов было отдельно от мотоцикла. Самостоятельно его собирать очень проблематично. Зато благодаря этому байк приехал в отличном состоянии за исключение одной пластиковой детали, которую мы сразу же запаяли. Кстати, заказал я его напрямую с завода, а не с Алиэкспресс. Просто потому, что у нас заводом налажена система поставок, контроля качества и сервисная поддержка с их стороны. Благодаря этому мы даем реальную бесплатную гарантию в один календарный год на все наши мотоциклы. А ссылка с актуальной стоимостью на этот мотоцикл будет в описании. По внешнему виду мне мотоцикл нравится. Он реально похож на душе. Резину прогреваю. Я думаю, по поводу первых эмоций, режим буст мы выключим все-таки. Не, ну на самом деле я еле-еле кручу, он рвет. То есть, если бы здесь был сухой асфальт чуть-чуть, я бы уже уехал. Мы пока оцениваем мотоцикл на то, как он себя ведет, когда едет 6 км в час. Балансировка хорошая, я не заваливаюсь. Х**й, тебе понял, блядь? Я даже не зажимал передний, он в клин встал. Себе сработает. Вообще изи. Давай я буст включу. Не, прохват-то не х**я себе по такому снегу ехать. Ну, обычно зачем нужны очки, Саш? Можешь подсказать? Чтобы насекомые не попали в глаза и ветер. С такой скоростью мне они не нужны. Е**й, набирают. Ну 20 едем. Нет, задний ход, без него я бы там остался, замерз и все, насмерть. Короче, еще раз. Поднимаем наверх и весь вес назад пробуем. И тогда мы летим, как на снегоходе. Это пи*****ска. Фух. Ну, если бы не сапоги, этот рундук, наверное, сильно раздробил мою ногу об эти льды. Вообще, я думал, что я на этом байке упаду, потому что сейчас не самая благоприятная погода для поездок. Касательно резины. А что я и говорю, здесь резина адекватная. То есть на улице минус 7, гололед, вода, дождь. Все это вместе соединилось в снег. И все равно мотоцикл едет по глубокому снегу. То есть там половина колеса просто в снегу. Тем не менее, со мной я умудряю с ним проехать. Это еще говорит о высокой мощности данного мотоцикла. Ну и по подвеске. Она, безусловно, здесь регулируется. Что передняя вилка, что задний моноамортизатор регулируется на жесткости и на отбой. Я настроил здесь сейчас помягче. Понятное дело, почему. И, блин, как будто бы с первого раза я идеально себя под себя настроил. Под эту погоду и под свой вес. Я глянусь, вот когда я выходил, да, я безусловная знака на улице погода. И я предполагал, что меня ожидает. Ну, потому что все-таки вокруг накатанная дорога. Здесь снег утромбован вместе со льдом. Никакого зацепа нет. Тем не менее, резина здесь, если ехать, ну, то есть убирать аккуратную мощность, для выбирать обороты, если так можно сказать. Выбирай, точнее, угол наклона. Я сейчас 50 разогнался по улице, по дороге. И нормально. Ну, кстати, когда мы выходили, аккумуляторы показывали 23 градусов по Цельсию. И вот за сколько, минут 40 мы уже на улице, да, только 2 градуса потеряли. То есть это говорит о том, что они действительно сами себя сейчас обогревают, да, как любой другой электромотоцикл. То есть его можно эксплуатировать зимой, мотоцикл, при одном единственном условии. Если вы храните сами аккумуляторы в тепле. Пацаны, мотик вообще охеренный. Вот хочется смотреть на него полноценный обзор, но, увы, сейчас не в такую погоду. А вообще, обо всех плюсах и минусах электромотоциклов посмотри вот здесь. Режим Boost включаем. Редактор субтитров А.Семкин